Курс биткоина вновь обновил исторический максимум, превысив отметку в 11 тысяч долларов. Рыночная капитализация самой популярной в мире криптовалюты составила почти 193 миллиарда долларов. С начала года стоимость биткоина выросла более чем на 1000%. На фоне роста спроса на биткоин, Венесуэла заявила о намерении создать собственную цифровую валюту El Petro. Валюта будет обеспечена нефтяными, газовыми и алмазными запасами. Как сообщил президент Боливерианской республики Николас Мадуро, правительство рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса. Тем временем в мире появились первые биткоиновые миллиардеры – братья Кэмерон и Тейлор Уинклопсы. В 2013 году они купили за 11 миллионов 1% мирового запаса биткоинов. Криптовалюта тогда стоила 120 долларов. Волатильность также наблюдается на рынке нефти. Все инвесторам недостаточно продления срока действия соглашения о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года. От картеля они ждали более действенных мер, направленных на восстановление баланса спроса и предложения. О прогнозах на ближайшую перспективу по рынку нефти мы поговорим в прямом эфире с председателем Бакинского фонда «Наследие Нобелей», экспертом ООН по вопросам глобальной энергетики Тогрулом Багировым. Здравствуйте, господин Багиров. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нам в студию. И первый вопрос. Вот биткоин, вы слышали, продолжает бить рекорды. Венесуэла, как нефтяная страна, заявила о создании собственной цифровой валюты. Какое влияние виртуальные деньги могут оказать на рынок нефти? Ну, я думаю, что, в принципе, вот это внимание к биткоинам, оно, первое, конечно, оправдано. Он действительно бьет рекорды и, скорее всего, это будет продолжаться. Для рынка нефти это, по большому счету, позитивно, потому что это, в принципе, спекулятивный товар. Это напоминает, в принципе, ситуацию на бирже технологических компаний NASDAQ в Соединенных Штатах, когда компании стремительно росли в начале 2000-х годов. Тогда многие тоже считали это пирамидой. На самом деле все вылилось в достаточно серьезный рост. Затем, правда, этот рост был как бы нейтрализован. Биткоины – это еще тот продукт, с которым нужно уметь обращаться. Поэтому не каждая страна, не каждая это. Нужно регулировать. Поэтому, насколько я знаю, существует несколько площадок. В основном, главное – это в Швеции, в Стокгольме. Они люди у нас продвинутые, занимаются новыми технологиями. Поэтому, в принципе, все растет. Но биткоину присуща и волатильность. Up and down, несколько дней назад, по-моему, в пятницу он резко опустился в связи с тем, что перегрет был рынок. Сейчас он повышается. Скорее всего, он будет продолжаться. Ну, а что касается вашего вопроса. Кстати, это очень правильный вопрос, наверное, в этой ситуации. Скорее всего, биткоин будет способствовать росту цены на нефть. Потому что биткоинами начнут, соответственно, торговать, и в том числе торговать фьючерсами нефтяными. Как быстро это окажет влияние на рынок нефти? Ну, рынок нефти – это такое, скажем, существо, понятие достаточно сложное, комплексное. Поэтому на рынок нефти влияет геополитика, на рынок нефти влияет ситуация с ланцевой нефтью в Соединенных Штатах, на рынок нефти, наконец, влияют макроэкономические показатели. Сегодня мы можем говорить о том, что ребалансировка рынка, она, конечно, может быть еще не достигнута, но очень близка к достижению. ОПЕК и страны, не члены ОПЕК, демонстрируют единодушие и солидарность. Последняя встреча в Вене показала, что этот вопрос и вообще это соглашение достаточно популярно, к нему приобщаются другие страны. Как вы знаете, семь стран новых участвовало во встрече в Вене, среди них Туркмения, Узбекистан близкий нам, по большому счету, Египет. Да, это не глобальное государство в области производства нефти, тем не менее. Поэтому, насколько я понимаю, эти страны, скорее всего, примкнут к этому соглашению уже в следующем году. В июне следующего года будет заседать мониторинговая комиссия. И, скорее всего, мы будем понимать новые и другие тренды и тенденции. Что касается двух стран, о которых всегда говорили, это Нигерия и Ливия, до 1 января их не трогают. С 1 января на них также накладываются определенные ограничения. Для Нигерии это 1,8 млн баррелей, для Ливии – 1 млн. Но, скорее всего, они этих уровней не достигнут в связи с тяжелой внутриполитической ситуацией. Поэтому, по большому счету, все будет двигаться именно в этом направлении, достаточно позитивном. Мы увидим к концу года и 65, и, скорее всего, в начале года 70. Одним словом, коридор 60-70 – это именно тот коридор, о котором все мы, я имею в виду, прежде всего, страны-производители нефти мечтали последние годы. Многое будет зависеть от поведения сланцевых компаний в Соединенных Штатах. Да, вот что с ними делать? Да, с ними делать, к сожалению, ничего невозможно. Приглашать их к диалогу нереально, потому что это в основном малое, среднее и большое количество предприятий. Это рыночные, это не государственные компании, им не прикажешь. Поэтому речь может идти только об экономических, либо стимулах, либо, наоборот, барьерах. Насколько я понимаю, банкротство многих компаний, занятых сланцевой промышленностью в Соединенных Штатах, привело к тому, ну, равно как и то, что учетная ставка и кредиты подорожали в Соединенных Штатах, относительно, конечно, тем не менее. Все это привело к тому, что новые проекты, они как бы, да, они могут реализовываться достаточно быстро, но сегодня ситуация отличается от той, что была в 15-16 годах. Сегодня все-таки банки нехотя субсидируют и кредитуют сланцевую промышленность. Почему? Потому что они боятся банкротства. Поэтому я думаю, как раз вот этот коридор, эта грань где-то 60-70, это та грань, когда традиционные нефтедобывающие страны смогут пройти без большого риска для себя. В любом случае, в случае, в любом, извиняюсь за тавтологию, но в случае, если сланцевая нефть опять, как мы ожидаем. Кстати, я думаю, что, и я где-то читал, что в следующем году, в 2018 году, сланцевая промышленность Соединенных Штатов будет давать дополнительно 750 тысяч баррелей. То есть, Соединенные Штаты впервые будут добывать примерно 10 с небольшим миллионов баррелей в сутки. Это день. Это, в общем, абсолютный рекорд. Тем не менее, я считаю, что у Саудовской Аравии есть достаточно возможностей для того, чтобы подавлять в случае необходимости вот такой внезапный и стремительный рост добычи сланцевой нефти. Еще один такой вопрос. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, вышла информация о том, что в Китае обнаружено крупнейшее месторождение нефти. А как это может отразиться на рынок и как повлиять? Во-первых, вы знаете, нефть, она есть везде, даже в таких нетрадиционных странах. Другое дело, насколько выгодна и рентабельна ее добыча. В Китае добыча нефти есть, но ее недостаточно. Китай будет оставаться на ближайшие десятилетия лидером в потреблении, и в росте, точнее, потребления нефти. Так же, как и Индия. Вообще, спрос в основном сейчас перенесен из северного и западного полушария на восток. Поэтому эти страны будут продолжать наращивать потребление. И мы исходим из того, я исхожу из того, что на фоне улучшения экономической ситуации в Европе, в Соединенных Штатах, во многих развивающих странах, и в частности, продолжение роста потребления в Индии и в Китае, будет способствовать тому, что уровень цен на нефтевом рынке будет достаточно приемлемый. Ну вот, опять-таки, повторюсь, в рамках и в коридоре 60-70. Это уже, как вы знаете, не 40-50, поэтому мы можем, в принципе, друг друга поздравить. Эта цена хорошая, она приемлема. Я бы ее назвал, наконец, справедливой ценой, о которой, в общем, многие говорят. Справедливая цена, это цена, которая позволяет добывать нефть, инвестировать и делать капитальные вложения. Но справедливая цена должна быть приемлемой для потребителей. Она приемлема. Плюс доллар достаточно слаб, ну, относительно, тем не менее. К евро 1,19, да, есть тенденция поднятия до 1,20. Поэтому все это говорит о том, что вот эта ситуация, скорее всего, будет продолжаться. Ну, подождем, посмотрим, есть геополитика, о чем мы с вами уже говорили. Есть Иран и антииранская коалиция во главе с Соединенными Штатами. Есть Северная Корея и антикорейская коалиция, опять-таки, во главе с Соединенными Штатами. Поэтому посмотрим, какие сюрпризы будут преподнесены вот вокруг, скажем так, в положении этих, вокруг этих стран. И еще один такой небольшой вопрос в заключение. Все-таки, какие еще меры могли бы принять страны ОПЕК для баланса? Да, для баланса. Ну, в основном рынок формируется словесными интервенциями. Понятно, что паблик и релейши сыграют большую роль. И сейчас страны ОПЕК и не ОПЕК, они это освоили. Поэтому говорят по поводу и даже без него. Я не знаю, что еще можно было ожидать, но вот продление на 9 месяцев – это очень хорошее решение. Но я, например, не исключаю, что, скорее всего, решение будет принято и далее, а продление уже и на 19-й год. Потому что, по большому счету, рынок нефти, хоть мы и не любим нерыночные методы, но он должен быть как-то регулирован. Но регулирован именно вот такими объединенными усилиями, имея в виду, что на выходе опять вот та справедливая цена на нефть. Я не говорю о вмешательстве. Рынок действует по своим законам и этим. Но мы говорим о солидарности и о действиях компаний и стран, которые добывают совместно с теми странами, которые потребляют. И опять мы приходим к той глобальной идее – это создание некого форума, некой площадки для диалога. Мы говорим именно о диалоге. И этот диалог, он должен состояться, причем не только среди... И вот сейчас мы видим, что добывающие страны, они нашли некую площадку. Называйте ее Венская площадка, либо Саудовская, Российская площадка, но тем не менее. Поэтому вполне реально и нужно говорить уже о создании новой площадки для глобального международного согласования вопросов энергетики нефтегаза, имея в виду страны-производители, потребители и страны транзитные. В этом случае под эгидой Организации Объединенных Наций, либо вне ее, создается некий клуб, который рассматривает вот эти глобальные вопросы, не вмешиваясь в коммерцию, не вмешиваясь в политику тех или иных стран и картелей. Конечно, в Баку. И мы можем говорить и только в Баку. Почему? Потому что Баку является отцом папы и мамы нефти. Первая нефть промышленная добывала здесь. У Азербайджана и Баку блестящая репутация. Поэтому я считаю, что эта инициатива должна быть поддержана. Я очень надеюсь на то, что Ваша инициатива все-таки получит поддержку. И мы очень скоро будем уже освещать мероприятие в рамках Бакинского форума нефтепроизводителей. Спасибо. Я напомню с председателем Бакинского фонда наследия Нобелия, и экспертам ООН по вопросам глобальной энергетики Тогру Ламбагировым. Мы говорили о перспективах на рынках криптовалюты и нефти. Продолжение следует...